Здравствуйте! Вы смотрите новости на Первом Карагандинском студии работы Динары Сартаева. Сегодня я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях города. Библиотека под открытым небом. Я думаю, эти книги будут интересны всем. В Караганде прошла акция «Ночь скидок». Я думаю, что это самое интересное, что может человек сегодня получить. В Караганде прошла акция «Ночь скидок». Именно в эту ночь карагандинцы показали всю свою страсть к шоппингу. Она и в другие дни не меньше, но эта ночь особенно. Туроператор «Виттур» подготовила для горожан необычные подарки. О том, как прошел шоппинг, смотрите в репортаже Амины Смаковой. Сегодня в одном из торговых домов города проходит «Ночь скидок». Спонсором данного события является компания «Виттур». По окончанию мероприятия те карагандинцы, которые приобретут как можно больше товара, получат от компании неожиданные призы. Наша компания «Виттур» дарит путевку на двоих тур на парковый сезон. Туристическая компания «Виттур» предоставляет комфортные и разнообразные места для приведения отдыха горожанам и в другое время. Хорошее обслуживание, полезные рекомендации отдыхающим позволяют людям на высшем уровне провести свой отпуск, причем во всех уголках мира. У нас множество вариантов отдыха в любом направлении. Также сейчас близится зимний сезон. Мы можем предложить горнолыжные курорты в Швейцарии на Новый год и на Рождество. Также можно поехать на Новый год в Мексику, в Америку, в Японию. Можно также на морские круизы, семейные поездки в парижский Диснейленд с детками. Разнообразные острова на Мальдивы, Кейшелы, Канары. Ну и также обычные пляжные курортные отдыхи. После того, как был объявлен такой приз, карагандинцы тут же ринулись во все бутики закупать вещи. С таким же бешеным рвением люди накинулись и на предложенные угощения от французской столовой Bienvenue. Это заведение отвечает всем европейским стандартам. Уютное, выдержанное во французском стиле, со дня своего открытия Bienvenue старается постоянно удивлять своих посетителей. Для акции «Ночь скидок» кондитер французской столовой приготовил множество необычных сладких сюрпризов. Мы приготовили традиционные такие, так сказать, десерты. Это тарталетки, эклеры, торт Наполеон и пизе. Все те самые фишки во французской кухне, именно вот то, что касается десертов. Сладости, хорошая концертная программа не переставали удивлять карагандинцев на протяжении всего мероприятия. Стоит ли гадать, как горожане отнеслись к такому неожиданному и приятному призу от компании «Виттур». Это, конечно, хорошо. Жалко, что я не участвую в выигрыше этого приза, но круто. Она считает достойно, в отличие от того, что было в прошлые годы, когда раздавали айпэды и тому подобные вещи. Здесь как-то действительно по-летнему. Я думаю, что это самое интересное, что может человек сегодня получить. Хороший приз. Вот сейчас стоим и ждем, когда будут разыгрышки путевки. Очень надеемся выиграть. Сейчас ждем путевок, когда будет разыгрышок путевок. Надеемся что-нибудь выиграть. Судя по такому ажиотажу и огромным пакетам с вещами, по окончанию мероприятия посетители забрали вожделенный конверт с путевкой на двоих от компании «Виттур». Амина Смакова, Лжас Габасов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. В Назарбаев интеллектуальной школе химико-биологического направления открылась ежегодная августовская конференция. На нее съехались представители этой школы из других городов. Они обсуждали актуальные вопросы, стоящие перед системой образования, повышение квалификации учителей, инновационные методики, технологии в преподавании, цифровое обучение и многое другое. Амина Смакова подробнее. Работа этой научной конференции продлится два дня. В обширном образовательном форуме приняли участие около 300 человек. Это отечественные и иностранные учителя сети Назарбаев интеллектуальных школ, приглашенные зарубежные эксперты и педагогическая общественность региона. Директор школы отмечает, что такие конференции благотворно влияют на систему образования в школах. Ведь идет процесс обсуждения системы преподавания, специалисты предлагают новые идеи и многое другое. Наши школы являются передовыми в области образования казахстанского и они с удовольствием обмениваются опытом друг с другом. Здесь уже сегодня на начале заседания речь пошла о цифровых образовательных ресурсах. Специально созданный центр по созданию таких цифровых образовательных ресурсов начал работу по созданию современных ресурсов, отвечающих самым последним требованиям и требованиям наших образовательных программ. На конференции большое внимание уделили недавно введенному цифровому образовательному ресурсу или по-другому ЦОР. Он помогает ученикам не только быстро осваивать программу того или иного предмета, но и находить индивидуальный подход каждому. Он позволяет с одной стороны оптимизировать обучение ребенка, это во-первых, но с другой стороны он более гибкий в смысле индивидуальности подхода. То есть обычная книжка, она одинаковая для всех. А ЦОР, грамотно созданный ЦОР, он может работать под конкретного ребенка, понимаете, в зависимости от того, куда он обращается, каким разделом обращается, ЦОР ведет его своим путем. И это уже новое, то, чего не было раньше в обычной книжной книге, вот простой обычной книге. Настолько короткое существование, у школы уже есть большие успехи и перспективы. Наши дети уже за этот короткий промежуток времени проявили себя в различных олимпиадах, научных соревнованиях интеллектуальных. В рамках конференции будет проведен ряд мастер-классов по реализации интегрированных учебных программ по таким предметам, как химия, биология, физика и математика. К тому же с особой тщательностью будет рассмотрено партнерство интеллектуальных школ с зарубежными вузами и образовательными центрами. Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. Активная молодежь со всей области собралась на 10-м областном форуме сельской молодежи и в поселке Атасу. Цель мероприятия – выявление и решение проблем сельской молодежи. В рамках события 16 молодых людей получили от Акима области гранты, направленные на развитие предпринимательства. Чем еще запомнилось это мероприятие, расскажет Марк Брюшко. В форуме приняли участие руководство области, Акима городов и районов, молодые сельские предприниматели, активная молодежь, а также представители центров молодежных инициатив сельских регионов области. В ходе форума состоялось вручение 16 грантов Акима области, направленных на развитие и поддержку молодежного предпринимательства на селе. Представители наиболее активной и прогрессивной сельской молодежи получили из рук главы региона благодарственные письма. У Айбека Садыкова вторая радость подряд. Мужчина занимается продажей и установкой спутникового телевидения от АУТВ в поселке Топар. Сначала он выиграл районный грант, а теперь ему вручили грант Акима области. Айбек Садыков признается, денежная сумма пойдет на развитие его бизнеса. Ну я занимаюсь вообще уже где-то с февраля месяца, полгода где-то, 8 месяцев. Как вот вы пришли к тому, чтобы начать все? Кто-то может вас послал? Нет, это через интернет, средства массовой информации, интернет, я вот это все как пошла, программа АУТВ, национальное развитие телекоммуникации, вот это все. Открыл выездное заседание Совета по делам молодежи Аким области Бауржан Абдишев. Глава региона отметил, что лидер нации президент Турсултан Назарбаев уделяет особое внимание молодежной политике и воспитанию казахстанского патриотизма. Сегодня разрабатывается новый закон о государственной молодежной политике. Вы все прекрасно знаете. По поручению главы государства Аким и регионов лично возглавили Советы по делам молодежи. Во всех городах, районах сегодня созданы центры молодежных инициатив. По словам Бауржана Абдишева, за последние 10 лет общее финансирование реализации государственной молодежной политики в нашем регионе увеличилось в 100 раз. Если в 2003 году на эти цели выделяли около 3,5 миллионов тенге, то сегодня только из областного бюджета на развитие молодежной политики направлено 190 миллионов тенге. Вопросы, рассмотренные на заседании, касались реализации молодежной политики в городах Сарани-Балхаш, а также обеспечения жильем и организации досуга молодежи. Также в ходе заседания совета между управлением физической культурой и спорта Карагандинской области и молодежного крыла Жасатам был заключен меморандум по реализации пилотного проекта «Саламаты Урпак», направленного на пропаганду и развитие массового спорта. В ходе бесед и встречи с молодежью на сельском уровне мы пришли к такому мнению, необходимо усилить работу по привлечению молодежи именно массовый спорт. Потому что на селе есть очень много вопросов касательно досуга. Это в первую очередь нехватка спортивных объектов, инфраструктуры в целом, спортивных соревнований. Марк Брюшко, Жаслана Мандыков, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Библиотека под открытым небом. В ближайшие две недели карагандинцы смогут найти во многих сферах и на лавочках целые стопки разной литературы. О необычной акции расскажут наши корреспонденты. Такое своеобразное бесплатное чтение литературы прямо на улице называется букроссинг. Это понятие пришло из Европы и Америки. Основная цель букроссинга – заставить общество хотя бы на пару часов забыть об электронных книгах и зависимости от социальных сетей. Организатор мероприятия надеется, что данная акция найдет свое продолжение и в будущем. Я думаю, эти книги будут интересны всем, потому что они подбирались именно таким образом, чтобы было 200 книг, которые будут интересны любому возрасту – и школьникам, и студентам, и взрослым людям. Более 200 книг были разложены в сквере у Вечного огня, памятника шахтерской славы и в Центральном парке. Как горожане отнеслись к подобной выставке книг, узнавали корреспонденты Первого Карагандинского канала. Я сама люблю эти книги читать. Я, конечно, выискиваю где-то, у кого-то взять можно, вот мы обмениваемся. Эта акция очень-очень положительная считается. Не знаю, очень рад, что происходят такие акции. Любите эти книжки и цените их. Любить книги-то горожане будут, а вот вернуть их на место не помешало бы. Тем не менее, несмотря на такой риск, организаторы акции разложили всю литературу на лавочке, а люди стали подходить и читать. Амина Смакова, Бахатгуля Касова, Ужас Габасов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. На этом у меня все. Далее с новостями спорта вас ознакомит мой коллега Берик Апаров. Здравствуй, Берик. Здравствуй, Динара. Карагандинский шахтер вторым составом обыгрывает Астану. Об этих и других новостях через пару секунд. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Alugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Alugal. Alugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Alugal – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Alugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Alugal. Действующий чемпион страны Карагандинский шахтер в первом матче второго этапа чемпионата Казахстана не мог рассчитывать на большую часть игроков основного состава, которых Виктор Кумаков бережет для грядущего матча совсем иного уровня. Но и ослабленным составом горняки сумели добыть три очка у столичного клуба. В матче, где шахтер можно назвать гостем лишь формально, ведь Астана-арена для карагандинцев стала уже почти своей, горняки неожиданно предложили атакующий футбол и, надо сказать, преуспели в этом. Первая половина игры завершилась сухой ничьей. Во втором тайме на 50-й минуте талантливые воспитания карагандинской школы футбола Роман Муртазаев эффектно пяткой замкнул передачу партнера и открыл счет в матче. Через 21 минуту номинальные хозяева сумели сравнять счет усилиями Таната Нусербаева. Точку в матче поставил Андрей Финонченко, который сумел переиграть Эрича и установил окончательный счет 1-2. Караганда спокойно ждет шотландцев. В Караганде отметили День спорта. На центральной площади города собрались тысячи спортсменов, тренеров и просто любителей спорта. Аким области Баужан Абдишев лично поздравил всех карагандинцев. В начале празднования карагандинцы приняли участие в республиканской зарядке, которая прошла одновременно в разных городах страны. В прямом эфире с Днем спорта карагандинцев поздравил председатель агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры Ерлан Кожакапанов. По сведениям организаторов, на площади независимости в этот момент собралось около 4 тысяч человек, которые обменялись друг с другом рукопожатиями. В их числе известные спортсмены, победители международных соревнований, заслуженные деятели спорта, ветераны. Сегодня шахтеры и металлурги, люди всех профессий, будучи сторонниками здорового образа жизни, отмечают замечательный праздник День спорта нашей страны. От имени жителей области поздравляю всех казахстанцев с замечательным спортивным праздником. Это все спортивные новости 1-го Карагандинского. Берегите себя и занимайтесь спортом. Если у вас есть интересная информация, звоните к нам в редакцию по телефону 420649. Всего доброго, до свидания. Аман Сауболмстер. Редактор субтитров А.Семкин